У нас пятая из цикла бесед, которые посвящены рынку недвижимости. И она достаточно интересная. Интересная сама тема беседы – это проблемы, насколько я помню, доходного подхода при оценке инвестиционной привлекательности недвижимости. Валерий Александрович, традиционно наш основной докладчик, спикер. Не буду злоупотреблять вашим вниманием. Валерий Александрович, вам слово, и вы нам уже расскажете все, что думаете по поводу, так сказать. По этому поводу, да? Да, да, совершенно верно. Значит, уважаемые коллеги, рад вас приветствовать. Надеюсь, что к нам еще будут присоединяться наши товарищи. У нас сегодня присутствует также на презентации Нино зарегистрировала. Да, да, она слушает нас. Слушает нас, да? Нино, мы вас приветствуем. Приветствуем вас. Рады вас всегда видеть, рады с вами, так сказать, сотрудничать. Я думаю, что будет интересная беседа. Может быть, вы, так сказать, получите какие-то новые знания, новые сведения. Или, по крайней мере, сможете принять участие в дискуссии и нам рассказать, как это делается у вас. Так что еще раз приветствуем вас и еще раз хочу сказать, что мы очень рады, что вы вместе с нами. Тема сегодняшней беседы – это продолжение нашего предыдущей беседы по оценке инвестиционной привлекательности отраслевых рынков недвижимости регионов Украины. Когда мы разрабатывали методику оценки инвестиционной привлекательности, как подходы к ней и так далее, мы там указали, что это исследование проводится в два этапа. Первый этап – инвестор получает возможность за счет исследований, скажем так, исследований сегментов рынка в целом, сегментов не конкретного объекта инвестирования, а всего сегмента в целом, выбрать для себя наиболее, так сказать, инвестиционно привлекательный, выбрать место, то есть город. Мы провели это исследование по всем нашим областным центрам регионов Украины и принять решение об конкретном инвестировании. После принятия такого решения, такого решения, инвестировать, начинается самый основной и главный этап – это разработка и оценка инвестиционного проекта, целью которого является уже выявление наиболее эффективной стратегии инвестирования на основе, естественно, использования метода дисконтирования. Все это проводится на основе использования метода дисконтирования денежных процессов. Учитывая тот факт, что это очень сложный процесс, требующий максимально корректной проработки всех факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность конкретного выбранного объекта недвижимости, значит, мы предлагаем в нашей части беседы, которую мы будем делать сегодня, сделать такую вводную дискуссию по вопросам использования доходного метода в оценке эффективности инвестиций в коммерческую недвижимость, поскольку, естественно, коммерческая недвижимость является источником получения доходов. В данном случае, хоть по классификации, жилая недвижимость не входит в число коммерческой недвижимости, но это, по-видимому, не совсем так, поскольку жилая недвижимость точно так же может приносить и использоваться для сдачи в аренду и приносить доход собственнику. Итак, я начинаю презентацию. Значит, мы сейчас... Я дам демонстрацию. Так, Андрей и Эдуард, я вас сворачиваю, чтобы... А, да, да, конечно. Ну, международные стандарты оценки трактуют коммерческую недвижимость как определенный тип недвижимого имущества, спроектированный для конкретного вида предпринимательской деятельности. Это совершенно понятно, поэтому, приняв это определение, мы дальше уже будем продолжать, так сказать, наши дальнейшие исследования этого вопроса. Значит, сейчас я чуть-чуть увеличу презентацию, да? Нет, это много. Проблема информационного обеспечения при проведении оценочных процедур, да? Какие бы подходы мы ни использовали в оценке, всегда есть одно из самых актуальных и наиболее, так сказать, болезненных. Достоверность и надежность результирующей оценки не может быть обеспечена без адекватной рыночной информации, которая была бы доступна практикующим оценщикам. И на этом, естественно, делают акцент как наши национальные стандарты, так и международные стандарты оценки. Ну, если говорить, мы уже много говорили о ситуации с инфрационным обеспечением нашей украинской оценки, то, мягко говоря, мягко говоря, она заслуживает, скажем так, более, скажем так, даже не могу сказать, ну, тупиковая ситуация, это очень сильно сказано, поскольку за последние годы все-таки появились эти информационные сообщения, благодаря работам нашей фирмы, благодаря работам других фирм, в частности, у Викона, уже есть какая-то информация, которая поступает от рынка и поступает в открытую печаль. Значит, нужно, хочу еще отметить один момент, почему это очень важно, потому что можно строить любые модели, как угодно они будут хороши, но если они не будут соответствовать ситуации, которая сложилась на рынке недвижимости, вот, то в этом случае они не будут ничего стоить и не будут и их использование, скажем так, будет приводить к очень некорректным результатам. То есть рынок диктует правила, за которыми должны действовать участники рынка. Ну, это такая известная вещь, которую мы с вами, на которую я хотел бы просто, так сказать, сделать такое небольшое ударение. Вот. Ну, проблемы, которые у нас есть, естественно, проблемы, которые у нас есть с информационным обеспечением, особенно оценочной деятельности, они, конечно, следствия того, что очень слабо, а если не сказать вообще, ну, не разработана методология оценки в части анализа рынка для информационного обеспечения оценочной деятельности. И, как правило, в отчетах оценщиков этот раздел носит, скажем так, формальный характер. Из интернета, как правило, списывается какая-то, так сказать, статья какая-то, этот вот, которая ничего общего, скажем так, с системным и многоуровневым анализом рынка не имеет, и, следовательно, с моделированием рынка исследовать, не может дать ту информацию, которая необходима оценщикам. Ну, поэтому, естественно, что реализация корректного проведения оценки, она, конечно, невозможна, если нет источника информационного обеспечения, которым, конечно, является распределенная база данных рынку недвижимости, data mining system, значит, и результаты многоуровневого системного анализа рынка недвижимости, то в этом случае, конечно, достижение адекватного результата оценки, его объективности, одинаковости и согласованности невозможно. Проведение оценочных процедур, оно всегда базируется на том, что, скажем так, рынок должен быть смоделирован. И рынок, и сама оценка тоже должна быть смоделирована в соответствующей с моделью рынка. Ну, известно, что модели могут быть на вербальном или формальном уровне. Ну, формальном – это формализованном выгляде математической модели. Ну, вербальная модель оценки – это высший профессиональный уровень оценщика, которым не все наши оценщики владеют. И я бы хотел здесь отметить уникальную способность к вербальному моделированию нашего очень известного оценщика Якова Исааковича Маркуса. В этом отношении равных ему у нас нет. Поэтому, в принципе, в принципе, вербальные модели не получили распространения широкого у нас. А что касается формальных, скажем так, математических моделей рынка, мы уже об этом много раз говорили, что это достаточно сложно и достаточно, так сказать, важная работа. Значит, смотрите. В оценочных процедурах описание объекта – это анализ ценообразующих факторов объекта как изолированного элемента. А анализ рынка – это описание этих же ценообразующих факторов, но во внешней среде по отношению к объекту, а сам объект является элементом этой системы. То есть, с этого положения вытекает, что результаты системного многоуровневого анализа рынка недвижимости, они должны обеспечивать оценщику достаточную и необходимую информацию. Базисными элементами корректного проведения оценочных процедур в методе аналогов является модель рыночного ценообразования. У нас была посвящена этому отдельная беседа, и сегодня я на этом вопросе буду только мельком останавливаться. Вот. И нам самое главное в данном случае, что мы можем использовать из рынка для того, чтобы можно было доходный подход выполнять на, скажем так, информационной базе рынка, то есть, чтобы он соответствовал ситуации, которая сложилась на рынке. Это, прежде всего, результаты, скажем так, моделирования рынка, и как в историческом, так и в сегодняшнем плане, и особенно необходимо для доходного подхода иметь прогнозное значение развития рынка недвижимости. Но хочу остановиться на необходимых и достаточных условиях для того, чтобы мы могли достичь поставленных задач в наших исследованиях. Это, прежде всего, наличие развитого рынка недвижимости как объекта аналитических исследований. Но это не от нас зависит, это зависит, так сказать, от рынков недвижимости, поэтому, скажем так, для нас легче всего анализировать областные центры, города, миллионники, то есть, там, где развитый рынок недвижимости. Второе, это наличие информационной базы оценки, то есть, распределенных баз данных рынка недвижимости, управляемых определенными СУВД, с развитым Андрей. Да, 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 да. Там звонит Юрий Иванович Сирош, наверное, он не может, так сказать, это вот войти. Алло. И достаточные условия, я уже говорил, это значит так, на наличие информационной базы оценки, так, вот, это репрезентативные статистические выборки в определенных сегментах недвижимости и данные системного многоуровневого анализа рынка недвижимости, прогнозное моделирование. Ну и очень важно иметь инструмент для реализации этого, скажем так, процесса, это наличие компьютерных информационных технологий, которые позволяют частично автоматизировать оценочные процедуры. Ну, я хочу сказать, что в этом случае наличие компьютерной информационной технологии и их наличие, оно предполагает не только наличие самого компьютера, но и программно реализованных адаптивных алгоритмов проведения оценочных процедур, математического и методического обеспечения, аппаратного обеспечения, кадрового, юридического обеспечения. Вот, и эта технология, я буду об этом еще несколько слов компьютеризованной оценки, это специальная отрасль научно-практической деятельности, она возникла в 70-х годах прошлого столетия. Слово компьютеризованное, оно отображает технологию этого процесса, которая основана на широком применении современных информационных технологий для проведения статистического анализа данных, обработки и сопровождение информации и создание конечного продукта, это базисных элементов, о которых я уже говорил выше, для корректного проведения оценочных процедур. Особенно если у вас есть компьютеризованная оценка, такая технология есть и у вас заложено все это в компьютере, то вопросы анализа рынка, тестирования, оптимизации модели, являясь очень мощным инструментом в руках экспорта оценивача, метод в этом случае компьютерной компьютеризованной оценки могут быть использованы для корректного определения значений коррекции в методе аналогов и для формирования прогнозных значений в грошовых денежных потоках, корректного определения измерителей доходности, точности конечного результата оценки и другие. И при этом модель компьютеризованной оценки и оценщик они взаимно дополняют друг друга. То есть это тот инструмент, который должен быть в руках у оценщика. Хочу сказать следующее, что, уважаемые коллеги, сейчас я перейду к самому, к самой, это была вводная такая часть, к самой материалу нашей беседы. Хочу сказать, что, конечно же, если говорить о наших оценщиках, ну, скажем так, мягко говоря, не у всех есть необходимые и достаточные условия для проведения подобных оценочных, подобных работ, скажем так, особенно то, что касается анализа рынка недвижимости. Хочу сказать, что мы работаем по всей Украине, все областные центры, если, так сказать, возникнет такая необходимость, мы открыты к сотрудничеству, как связаться с нами, вы знаете, вы знаете телефоны Гусельникова, вы знаете мои телефоны, мы всегда будем рады такому, открытым для такого сотрудничества. Итак, методы оценки по доходу переходят. Может быть, есть какие-то вопросы по водной части у наших коллег, которые присутствуют? Ну, молчание говорит о том, что... Продолжайте. Продолжайте дальше, Олег Савчин. Послушайте. Значит, методы оценки по доходу. Я остановлюсь на тех вариантах и тех подходах, которые были разработаны нами еще в 2014 году и опубликованы в нашей монографии. поскольку существующая практика использования методов оценки по доходу говорит о том, что не всегда оценщики понимают экономическую сущность, скажем так, параметров, которые они используют, и не всегда корректно их применяют. Поэтому я сегодня предлагаю выслушать наши подходы, значит, и, может быть, поделиться с нами тем, скажем так, как... Ну, поделиться с нами своим мнением и своими высказываниями о том, дискуссию провести, о том, как, так сказать, улучшить ситуацию, которая есть в этом отношении, в этих вопросах на рынке. Так, ну, метод прямой капитализации по доходу, скажем так, мы для оценки инвестиций его использовать не можем, поскольку он является показателем доходности, скажем так, недвижимости, которую вы оцениваете, но он не является индикатором эффективности инвестиций в целом или показателем доходности инвестиций. Вот, поэтому метод прямой капитализации, то есть по ставке прямой капитализации, которая определяется, скажем так, экстракцией рынка недвижимости, то есть выборка по арендным платам и выборка по стоимости, она по этому выражению рассчитывается и получается, так сказать, ставка прямой капитализации. Но поскольку, я хочу сразу предупредить, поскольку мы работаем с предложениями, то эта ставка прямой капитализации является предложением, скажем так, того, что хочет продавец, то есть какую доходность видит от своей недвижимости продавец, но отнюдь не инвестор, а наша задача, так сказать, работать с точки зрения инвестора, то есть нужно найти какие-то коррективы для того, чтобы прийти к каким-то, какому-то, так сказать, общему, а это к общему знаменателю между продавцом и покупателем, а это всегда, так скажем, вопрос договоренностей и переговоров. Вот. Но можно сделать таким образом, можно не этой выборкой работать, а можно вот мы смоделировали рынок недвижимости, определили валовый рентный мультипликатор, а он напрямую связан со ставкой прямой капитализации. Учесть, так сказать, операционные расходы и в этом случае мы получим корректное значение ставки прямой капитализации. Но метод рыночной экстракции это определяет, он позволяет, он делает сечение рынка недвижимости по такому параметру, как текущая доходность. Вот. Причем, если говорить о методе прямой капитализации, то нет необходимости учитывать, как будет меняться стоимость и доходность оценивана объекта в будущем, поскольку все эти тенденции в неявном, вроде бы, в неявном виде заложены в соотношении дохода и стоимости, которые, ну, скажем, которыми оперируют участники рынка. Ну, тут сложно сказать, но более, так сказать, скажем так, простого и убедительного метода, который является методом аналогов, если речь идет просто об оценке недвижимости, скажем, таким образом не существует. Но тут есть одно, так сказать, для наших вариантов, почему мы не рекомендуем использовать ставку прямой капитализации для анализа инвестиций, потому что она не предназначена для этого, она не является, так сказать, показателем эффективности инвестиций. Кроме этого, если мы говорим о методе прямой капитализации, то нужно учитывать такую вещь, что он работает корректно только тогда, когда вы работаете либо на растущем рынке, либо на падающем рынке. Понимаете, и если рынок у нас переменный по фазе, то, конечно, использование метода прямой капитализации весьма и весьма нужно делать осторожно. Мне как-то попалась где-то, по-моему, в 2012 году статья Грибовского, где он приводил результаты экспериментов оценки земельных участков и недвижимости методом прямой капитализации в 2011-2012 году, но он брал пример, что брали на растущем рынке 2007 года ставку прямой капитализации и получали стоимости, которые несколько раз превышали стоимость реального рынка, ну, например, в 2009-2010 году. То есть нужно быть очень осторожным в этом отношении. Вот. Нас интересует с точки зрения наших задач, которые мы поставили перед собой. Это, конечно, капитализация. Если говорить о капитализации, то капитализация по норме отдачи на капитал. Эту капитализацию относят к непрямым методам капитализации, которые можно рассматривать как свернутый метод капитализации, когда в качестве измерителя доходности используется ставка модельной капитализации. Кстати сказать, ставка прямой, ставка модельной капитализации и ставка дисконтирования являются измерителями доходности. Только ставка прямой капитализации измеряет доход, полученный от недвижимости или от собственного капитала, но не является показателем эффективности, а ставка модельной капитализации, она по норме отдачи строится на капитал и поэтому является, может быть, использована для определения, скажем так, эффективности инвестиций, то есть использована для анализа и проведения оценки. Ну и развернутый метод – это метод дисконтирования денежных потоков, в котором в качестве измерителя доходности выступает ставка дисконтирования. Значит, заканчивая уже, так скажем, вопрос со ставкой капитализации, я хочу обратить ваше внимание на несколько моментов. Первый момент, что капитализация по норме отдачи на капитал с использованием модельной ставки капитализации отличается от способа прямой капитализации. Это не всегда наши оценщики понимают. И, значит, она строится на основе формализованных расчетных моделей, учитывающих прогнозные темпы изменения чистого дохода и стоимости во времени. Ну и поэтому не совсем корректным является утверждение, что оценка стоимости объекта проводится методом прямой капитализации, когда используется ставка модельной капитализации. Хотя нужно сказать, что капитализация – это всегда прямое действие. Ну и хочу сказать, что в анлоамериканском варианте свернутый способ капитализации называют методом капитализации по расчетным моделям. Внизу мы приводим обобщенную, я привожу формулу обобщенного уравнения инвуда, в котором учтены как изменение темпов прироста прогнозных, среднее геометрические значения прогнозных темпов прироста стоимости и доходности. Эта обобщенная формула, скажем, таким образом она выведена из общего уравнения дисконтирования денежных потоков. Поскольку она выведена из этого уравнения, то естественно совершенно, что, скажем так, текущая доходность, измерителем которой является ставка модельной капитализации и потенциальная доходность, измерителем которого является ставка дисконтирования, связаны между собой. Что очень важно, мы об этом еще поговорим позже немножко. Ну, ясно, что свернутый метод капитализации по норме отдачи на капитал, да, он используется для постоянных или регулярно изменяющихся потоков дохода. И представляет собой, естественно, алгебрическое выражение, которое является, вот посмотрите, очень важно, функцией дохода первого года, то есть текущей доходности, и изменений тенденций в их будущем дохода и стоимости. То есть коэффициент капитализации строится на базе нормы отдачи на капитал, то есть ставки дисконтирования, и нормы его возврата, то есть фактор, который определяет норму возврата капитала. Таким образом, мое утверждение, то есть не утверждение, но такое, скажем так, положение, о котором я сказал, что ставка, текущая доходность и потенциальная доходность имеют связь между собой, она, так сказать, подтверждается структурой ставки модельной капитализации, которая, скажем так, используется именно вот для таких вещей. Но что я хочу сказать по этому поводу на этом графике, когда я говорил о ставке прямой капитализации, что у нас рынок является, скажем так, характеризуется полиамплитудными колебательными значениями с трендами к изменению стоимости, либо увеличению стоимости аренды, увеличению или падению, эти данные мы уже анализировали в нашей первой беседе о моделировании рынка, просто в качестве иллюстрации, что у нас отнюдь нет, скажем так, сбалансированного, равновесного рынка недвижимости, он у нас находится, скажем так, в постоянном колебательном движении. Вот, красным тут аренда, синяя это стоимость, а черная это валовый арендный мультипликатор. Вот на сегодняшний день вот рынок вот таким образом меняется, начиная с 2012 года. Если говорить, что вот у нас сейчас говорят, что рынок растет, то он растет, например, скажем так, по отношению к середине 2017 года, где он падал, да, и до настоящих дней, то он растет. А если говорить о последнем кризисе, который, так сказать, мы прошли, это 13-й год, 14-й, когда рынок готовился перейти в стадию восстановления, а вместо этого перешел в стадию падения в связи с надвинувшимся, неожиданно перманентным кризисом, которым находится экономика и финансовые инструменты Украины, вот, то, естественно, совершенно, что по сравнению с 2012 годом рынок все-таки в данном случае он уже находится в стадии, в фазе падения, в стадии рецессии в данном случае, а в течение этих фаз он совершал колебательные движения вот такого типа. Вот, значит, дальше мы взяли еще раз для того, чтобы показать, так сказать, что у нас, нам будут необходимы темпы изменения доходности и стоимости прогнозные. Вот мы сделали, так сказать, анализ, вот таблица, это годовые темпы прироста, начиная с 2012 года и прогнозные до 2025 года темпы прироста, которые показывают, так сказать, как меняется рынок недвижимости. Эти темпы прироста мы будем использовать в наших, так сказать, дальнейших исследованиях. Вот, для того, чтобы закончить поставки модельной капитализации, вот я вам демонстрирую такую табличку, в которой приведены, скажем так, модели определения, вернее, модели определения ставки капитализации. Значит, если будет интересно в дискуссии, я там продолжу это дело, сейчас я хочу сказать таким образом. Вот посмотрите внимание на вторую строчку, это вторая строчка и второй столбик, это формула Инвуда. Формула Инвуда, которая определяет модель Инвуда, значит, по структуре ставки модельной капитализации. Значит, в структуре ставки модельной капитализации, это структура, вообще-то, чистого операционного дохода, который складывается из нормы отдачи на капитал, это Y у нас будет, да, и нормы возврата капитала. Это так называемый фактор возврата капитала. И вот эти два, так скажем, компонента и определяют ставку модельной капитализации. Но поскольку Инвуд, Хоскальд и Ринк разрабатывали все свои модели для истощающихся активов, ну, например, банковская закладная, кредит, то есть финансовые инструменты, и совершенно не учитывали, ну, то есть было просто нет, не было необходимости учитывать темпы изменения стоимости и дохода, то в этом случае, в этом случае использование модели Инвуда возможно только в том случае, если мы перейдем к обобщенной модели Инвуда, то есть ту модель, которая будет учитывать и фактор фонда возмещения, и будет учитывать темпы изменения дохода и темпы изменения стоимости. Хочу обратить ваше внимание следующим образом. Таблица эта автоматизирована, она дает, так сказать, нам, скажем так, при постановке исходных данных. Хочу обратить ваше внимание на следующий вариант. Как связана между собой потенциальная доходность, то есть ставка дисконтирования и ставка капитализации, потому что это не всегда, скажем так, ну, берется во внимание, будем мягко говорить, оценщиками. Смотрите, значит, если у нас мы вводим в эту формулу, мы ее назвали, так скажем, немножко усовершенствованная формула, изменение стоимости, вводим в эту формулу, вот, и при этом, при этом мы считаем, что изменение стоимости и изменение, то есть темпы приросты стоимости, темпы приросты, прирост доходности, они изменяются синхронно и, скажем так, с равными темпами, с равными темпами, то формула Инвуда переходит в модель Гордона, в формулу Гордона. Вот четвертый, четвертый, да, четвертый этот, вот, четвертый столбчик, это формула Гордона у нас записана. Формула Гордона тоже, видите, имеет ограничения, и это ограничение касается того, что темпы изменения стоимости и дохода одинаковые и изменяются синхронно, чего на рынке практически не бывает. Ну, а формулу Ринга вообще использовать для определения нормы возврата капитала нельзя, потому что она линейная является формула, это линейное истощение актива, закладной, как правило, и так далее. Рынок является нелинейной системой, поэтому, ну, никак нельзя ее использовать. Формулу Хоскальда тоже, она, то есть модель, она тоже, так скажем, не очень получила широкое распространение, поскольку он предполагал норму возврата капитала приравнивать к безрисковой ставке, понимаете, то есть это очень осторожный инвестор, который хочет получить свои деньги в далеком обозримом будущем. Поэтому остается у нас, так сказать, один подход, который предложил и разработал Инвуд в этом случае для определения структуры ставки капитализации. Теперь несколько просто цифр, которые, так сказать, показывают, как у нас работают эти ставки на разных рынках. Ну, вот, например, видно всем таблицу эту? Да, видно. Видно, да? Правильно. Отлично. Ну, исходные данные, да? Исходными данными являются у нас среднегеометрическое значение прогнозных значений темпов роста стоимости и темпов роста арендной, скажем так, доходности или арендных ставок. Так, вот, это берется из данных рынка. Вот, смотрите, на растущем рынке. Хочу определить. Дальше. Еще один вариант. Это нам необходимо иметь ставку дисконтирования в данном случае. Поскольку норму отдачи на капитал мы имеем. Но будем считать, что мы ее определили кумулятивным методом. Немножко позже я расскажу, как мы используем кумулятивный метод и предлагаем его использовать. Вот. Значит, смотрите, в стадии роста. Ну, мы эти данные использовали на, скажем так, кризисе 2008-2013 года. Значит, здесь у нас в стадии роста ставка дисконтирования равнялась 14%, так? Вот. И прогнозный период 5 лет. Износ 10%. Кстати сказать, я забыл упомянуть, что обобщенная формула Инвуда, которая выведена из общего уравнения, так сказать, дисконтирования, она еще и учитывает износ объекта. Под износом объектов в данном случае понимается отчисление в фонд поддержания объектов в надлежащем техническом состоянии. Денежные отчисления отдельные, они, так сказать, идут, и по ним мы определяем износ. То есть, в данном случае других путей определения износа просто не существует. В данном случае недоступна информация, скажем так, остальная. Вот. В этом случае смотрите. Какие результаты дает нам прямое использование формулы Инвуда? Совершенно нереальные, не отвечающие, так сказать, рынку. То есть, их принимать во внимание никак нельзя, и пользоваться напрямую этим уравнением тоже нельзя. Если мы вводим, ну, так скажем, усовершенствованную формулу Инвуда, вводим, что у нас ситуация такая, что платежи постоянные, то есть, ну, понятно, аннуитет идет, платеж постоянный, вот, но при этом, но при этом стоимость, изменение стоимости есть, вот, то есть, дельта D равно нулю, а дельта V не равно нулю, то есть, она либо увеличивается, либо уменьшается, то в этом случае формула дает более-менее реальные, так сказать, значения. Вот, формула Гордона, формула Гордона, она тоже, так скажем, ну, не очень отличается, но все-таки отличается от, в том случае, от значений, которые мы получаем полностью используя, так сказать, обобщенную формулу Инвуда. Вот, смотрите, ставка модельной капитализации на растущем рынке равна 11,3, при ставке дисконтирования 14, то есть, соблюдается правило, что если у вас растущий рынок, то ставка модельной капитализации меньше, чем ставка дисконтирования. Если у вас рынок падающий, стадия падения, то здесь у нас получается 27% ставка модельной капитализации при ставке дисконтирования в 21, но эта стадия была интенсивного падения. Здесь, видите, темпы прироста 7%, вот. Так что это, естественно, совершенно, что такое значение текущей доходности будет, понимаете? Ну и стадия рецессии, это стадия падения, фаза падения, но только с темпами прироста стоимости и дохода, которая колеблется в районе 1-2%, это будет стадия рецессии. Она продолжалась у нас до конца 2013 года. В этом стадии рецессии ставка дисконтирования 16% определялась, то есть она являлась каким-то средним значением между интенсивным падением и самой ставкой, скажем так, и ставкой дисконтирования в стадии роста. И здесь у нас, смотрите, получалось таким образом, что когда рынок падает, то ставка модельной капитализации действительно больше, чем ставка дисконтирования. То есть связь между потенциальной и текущей доходностью, она в зависимости от того, на каком рынке находится, она меняется. Ну а в стадии рецессии, тогда была эта стадия рецессии, ставка модельной капитализации 18%, она превосходила, поскольку стадия рецессии, это тоже падение рынка, она превосходит определенную норму отдачи, то есть ставку дисконтирования, что все соответствует действительности. При этом, при всех использующихся формулах Гордона, даже усовершенствованной ину, да, понимаете, в чем дело, вот, везде все равно отличия существуют, может быть и не очень значительные, но они есть, и таким образом корректнее всего во всех случаях использовать, естественно, для расчета ставки модельной капитализации обобщенную формулу инуда. При этом я немножко забегу вперед и сразу хочу сказать, что на анализе того, что поточная доходность и ставка потенциальная отдача, то есть ставка дисконтирования связана между собой, а когда мы моделируем денежные потоки и прогнозируем их, то поточная доходность для каждого года при изменяющихся приростах стоимости и аренды будет разной. А если она будет разной, то, естественно, будет другой и ставка дисконтирования. Почему она будет отличаться? В зависимости от поточной доходности на прогнозируемых годах, да, вот мы ее какую-то получили, это поточная доходность, это ставка модельной капитализации. А каждой ставке модельной капитализации соответствует своя ставка дисконтирования, но не наоборот, ребята. Вот поэтому, поэтому говорить о том, что когда мы строим прогнозные модели, говорить о постоянной ставке дисконтирования будет немножко, скажем так, с нашей точки зрения некорректно. Так, ну, по-моему, а вот еще единственное, чего я, так сказать, не проанализировал, это случай, когда ставка модельной капитализации равна норме отдачи потенциальной. Ну, этот случай, он достаточно редкий в реальном, не редкий, я бы сказал, по крайней мере, на период тех десятилет, что мы занимаемся анализом рынка, мы такого рынка не видели. Но теоретически такая модель возможна. То есть, когда речь идет о том, что у нас темпы прироста и дохода, и стоимости отсутствует, то есть стоимость не меняется, доход постоянный тоже не меняется, вот, и при этом дельта, то есть вот у нас равно нулю, то при этом случае у нас ставка дисконтирования равна ставке модельной капитализации, и в этом случае ставка дисконтирования будет постоянной, поскольку, так сказать, все периоды у них будет соблюдаться равенство между КМК и ставкой дисконтирования. Коллеги, если есть вопросы, пожалуйста. А, да, еще сегодняшнее состояние рынка, уважаемые коллеги. Ну, сегодняшнее состояние рынка – это тоже рецессия. Мы считаем, что рынок вступает в стадию рецессии, то есть находится, я опять же говорю, все зависит от того, от базы сравнения. Мы постоянно сравниваем все с 2012 годом, то есть с 2013 годом. Поэтому базовый у нас год 2013, и если говорить вот о текущем состоянии рынка, то он находится по нашим исследованиям в стадии рецессии, то бишь в фазе падения, но в стадии рецессии. И в данном случае… И в данном случае, смотрите, у нас получается таким образом, что здесь везде ставка в модельной капитализации равна ставке дисконтирования. В данном случае получается, что у нас при ставке дисконтирования 18,5, причем риск невозврата инвестиций в данном случае очень сильно возрос, потому что мы оцениваем перспективы развития макроэкономических параметров не очень оптимистично, поэтому эти риски возрастают по сравнению со стадией рецессии, которая была после 2009-2010 года. Поэтому ставка дисконтирования, ставка модельной капитализации здесь не очень сильно превышает, но превышает ставку дисконтирования. Это сегодняшнее состояние рынка. Если есть вопросы, я готов на них пока что ответить. Нет? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!